Всем привет! В этом видео я расскажу, как можно запускать ваши программы, например, на iOS-девайсах реальных, не используя при этом реальный девайс. Зачем это может понадобиться? Мне это очень сильно понадобилось, когда мне нужно было запустить файл, который нельзя запустить на симуляты, потому что у него, например, iPad package, который можно запустить только на девайсе, через test flight и так далее. И мне нужно было запустить на реальном устройстве с определенной операционной системой, и, например, не просто на iPhone, а, например, на iPad. И можно даже сказать, что иногда нужно и на определенных iPad, мне тоже это надо было, чтобы исправить, например, некоторые баги на этих устройствах. И чтобы именно такое можно было провернуть, можно, конечно, покупать кучу девайсов, можно просить у других девайсов, а можно сделать проще, использовать онлайн-сервисы. И один из них я вам покажу, покажу, как я, что сделал на нем. В общем, есть такая штука, например, как browser stack. Есть другие, я их смотрел, мне они тоже нужны были, один я даже использовал, но этот в итоге оказался более полным, в нем больше устройств, в нем больше операционных систем, и он быстрее. И здесь фактически вы можете взять, например, вот я хочу запустить iPad 13 Pro с 17 версией iOS. И вот я беру и запускаю. И это устройство, оно реально находится где-то, например, в Берлине или я не знаю где. Здесь пишется, к какому оно подключилось устройству или не здесь, но в общем где-то пишется. И вы можете пользоваться этим устройством, можете устанавливать сюда программки ваши, можете, не знаю, что-то проверять. Конечно, это не так быстро, как на реальном устройстве, но это позволяет вам очень многое, позволяет хотя бы открыть приложение, посмотреть, что оно запускается, не запускается, устанавливается и так далее. Как оно выглядит, это очень круто. А тестировщики здесь еще могут смотреть разные логи, могут запускать тесты, могут еще кучу всего делать, но я не разбирался, что они там делают. Вот, и когда вы завершили работу, вы можете просто нажать Stop Session и вы вышли из этого устройства. Здесь еще много устройств, например, на Android разные и так далее. Вот есть iPhone, есть iPad, это очень-очень круто, но по умолчанию вам дается 2 минуты на каждое устройство, то есть вы запускаете устройство, 2 минуты проходит и оно закрывается. Причем нет для всех операционных систем, у вас есть доступ только к старым, к новым нет доступа. И как это обойти легально? Я нашел интересный способ, вот, и также советую вам использовать подобные способы и для других сайтов и приложений. Например, здесь есть прайсы для разных штук, но нас интересуют самые дешевые, они, например, есть для фриланса, тут дается 100 минут на лайв, вот, для одного аккаунта и так далее. Но есть классная штука, как Free Testing for Open Source. И это обалденная штука, я попробовал и мне дали доступ к Open Source, то есть дали бесплатный доступ на мое приложение Open Source. Также подобные штуки есть, например, для JetBrains, они дают вам лицензию на год, если у вас есть Open Source проект. И соблюдены некоторые условия, там, по-моему, какие-то частые коммиты, хотя бы там раз в месяц или что-то такое. Но нужно читать условия. Здесь же условия максимально простые. Вот, конечно, у меня есть ограничения, по-моему, в 2 минуты, но уже нет ограничений на устройство. Причем есть ограничения, когда я устанавливаю программу, а если я просто использую девайс, то вроде нет ограничений. Ну, я не уверен, но все равно это решает мои проблемы, поэтому мне подходит. Вот, сейчас я запускал, не было ограничений, возможно, потому что я не устанавливал приложение. Вот, если я зайду в pricing, у меня вот здесь написано, что у меня есть 5 параллельных каких-то тестов, доступ к десктопу и мобайлу. И есть такая штука, как sponsored, которая говорит, что оно проспонсировано, вот, потому что у меня есть open-source. И я вам расскажу смешную штуку, как у меня получился этот open-source. Я реально добавил функцию open-source в свой проект, как я это сделал, покажу. Когда-то давно я с помощью чета GPT для примера разработал самое простое приложение на WPF. Вот этот clock, который показывает время и дату, закинул его в репозиторий и добавил ему лицензию mid. Вот, здесь в гитхабе пишется, что это mid-license. Есть шаблончик для mid-license, вы копируете, грубо говоря, и ставите в свой пакет. Также browser stack требует, чтобы в readme было указано, что эта штука tested with browser stack. В общем, эта строка обязательно, и вот и все. Если у вас, ну, еще есть одно условие, конечно же, что ваш проект должен находиться как минимум 3 месяца на платформе. У меня он уже целый год, он максимально простой, насколько это может быть. В нем коммитов не было, вот только последний раз я закоммитил что-то, и мне дали доступ. Это круто. Вот, даже на такие мелкие проекты дает доступ. Все, что вам нужно, просто закинуть ссылочку вот здесь, и у вас, грубо говоря, у меня уже есть, у вас будет тоже, скорее всего, доступ. И это прикольно. И вы можете это использовать и для JetBrains, возможно, и для остальных каких-то вещей. Поэтому советую всегда держать при себе какой-то open-source проектик. Он может вам реально помочь и улучшить, скажем, вашу жизнь. Надеюсь, это было тоже интересно. Также еще быстренько покажу, как вообще добавить какой-то пакет. Вот у вас слева есть всякие штуки. И я почему-то не помню, как добавить сюда пакет. Как я это делал. Ага, up. Up live. И вот у нас есть вот такая штука. Но здесь немножко другой вид. Вот, видимо, там как раз безлимитный доступ, а здесь лимитный по 2 минуты в этом тарифе. Можно докупить тариф, если вам прям сильно нужно. Можно не докупать и использовать 2 минуты, если вам нужно проверить, запускается ваше приложение на устройстве или нет. И сюда вы загружаете через эту штуку файлик. Он грузится. Показываются версии, под которые этот файлик может запуститься. И вы нажимаете. Оно автоматически само устанавливает приложение и запускает. И вы можете там что-то проверять. Вот. Надеюсь, это тоже было интересно и полезно. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok